До начала выступления пять минут за кулисами и в гримёрках, которыми служат раздевалки, царит оживление. Позади долгие репетиции, запись музыки и голосов, вживание в роль впереди, премьера. Нынешняя сказка, временские музыканты, роль у меня, как видите, кота. Вот как раз-таки мой друг Пиос, Янис Георгиевич, тоже мой коллега, тоже тренер по плаванию. Вот, и мы каждый год играем какие-нибудь разнообразные роли. А долго готовились? Ну, репетиции у нас практически каждую неделю, значит, неделю два раза, примерно один раз два раза, в течение месяца. Итак, сказка начинается. Непосредственно в спектакле участвуют 20 человек, в основном преподавателей Центра «Дельфин». Но если посчитать всех, кто принимает участие в представлении, пловцов, массов, утанцоров, то получается внушительная команда, больше 40 человек. В хорошо всем известный сюжет привнесли новогоднюю линию. Разбойники пленят Деда Мороза, а бременские музыканты вместе с принцессой, преодолев ряд испытаний, спасают его. Насколько сказка захватывает, видно по детским лицам. Деда Мороза из года в год играет один и тот же человек, инструктор по физической культуре Сергей Фролов. Правда, для самого Сергея каждая такая роль – настоящее испытание, но чего не сделаешь ради детей. Конечно, театральные костюмы и реквизит – несколько непривычные вещи для тех, кто посвятил свою жизнь спорту и воспитанию детей. Но, по заверениям самих актеров, со временем неловкость проходит. Из года в год это все у нас происходит. И поэтому уже входишь в роль, начинаешь играть, втягиваешься, и в некоторые моменты уже начинает нравиться даже. Традиционно добро победит, а зло будет повержено. Но в нашем случае важен не сюжет, а чувства, которыми хотят поделиться со зрителями взрослые и юные актеры. Пример бассейна «Дельфин» еще раз доказывает, что для того, чтобы подарить детям добрую сказку, не обязательно быть волшебником, да и профессиональным актером быть не обязательно. Главное – иметь большое сердце и любить своего зрителя. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова